Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» коротко о главных темах дня. Статистика со знаком «плюс» число ахтубинцев с диагнозом наркомании и алкоголизм уменьшается. Антинаркотическая комиссия при главе района подвела итоги за год. В память о выдающемся летчике в Ахтубинске прошел юношеский турнир по футболу памяти Геннадия Анцибора. Умных надо поощрять. Школе номер один второй год подряд. Гранты от спонсоров получают победители и призеры школьных олимпиад. И обо всем этом и не только подробнее. Мэрия Ахтубинска на своем официальном интернет-ресурсе опубликовала информацию о коммунальных тарифах на 2017 год. В первом полугодии Нового года цены на услуги коммунальщиков останутся на нынешнем уровне. Рост, как и в предыдущие годы, произойдет в июле. Тарифы повысятся в среднем немногим более чем на 6%, что разрешено законом. Что это отметит, что повышение не коснется только одного тарифа – на техническую воду. В течение всего 2017 года он останется неизменным – на уровне 15,7 рублей. А вот другие услуги вырастут. Цена на холодную воду во втором полугодии поднимется с 24,5 рублей за кубометр до 26 рублей. На 158 рублей за гигакалорий вырастет компонент на тепловую энергию, формирующий тариф на горячую воду. Более подробно с новыми ценами на коммунальные услуги можно познакомиться на сайте администрации города Ахтуденск. Продолжаем выпуск. В конце года традиционно подводятся итоги работы в сфере противодействия терроризму и пропаганде здорового образа жизни. В Ахтуденском районе по этим направлениям при главе созданы специальные комиссии. В них ходят представители силовых ведомств, средства массовой информации, здравоохранения, всех структур, работающих с подрастающим поколением. На заседании антитеррористической комиссии обсудили исполнение комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории Ахтуденского района в 2016 году. Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями является профилактика. В этом направлении активно работает управление образованием, культурой, молодежный комитет. В 2016 году было также проведено обследование и категорирование мест массового пребывания людей. Члены комиссии утвердили план работы антитеррористической комиссии на следующий год. И комплексный план противодействия идеологии терроризма в Ахтуденском районе на 2017-2018 годы. В сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании в Ахтуденском районе также проводится обширный перечень мероприятий. Благодаря этому, а также работе правоохранительных органов, статистика наркозависимых на протяжении последних лет остается на низком уровне. Об этом говорили на итоговом заседании антитерористической комиссии. В 2016 году с диагнозом наркомания на учете стоят 67 Ахтуденцев, что на 12 человек меньше, чем в 2015 году. Впервые за многие годы в уходящем году ни одного нового пациента не было поставлено на учет с данным диагнозом. 70 человек находятся на профилактическом наблюдении. Это те, кто были доставлены в наркологию в состоянии наркотического опьянения. В абсолютном большинстве случаев задержанные употребляли наркотики группы каннабиноидов. 14-й год 122, 15-й 80 и сейчас у нас 70. Диагноз алкоголизм сегодня поставлен 700 Ахтуденцам. Еще около 300 находятся на профилактическом наблюдении. Это все взрослые люди. Подростков среди них нет, как и среди пациентов с диагнозом наркомания. На фоне относительно стабильной картины в этой сфере происшествия, случившиеся в ноябре в Ахтуденске, вызвало большой резонанс. Речь идет сразу о трех девушках, попавших в отделение реанимации после употребления неизвестного вещества. Предположительно, это препарат, находящийся в свободном доступе в аптеках. Сами пациентки не признаются, что именно они употребляли. Глава района поручил детально разобраться в ситуации и о принятых мерах доложить в самое ближайшее время. Бывший глава села Болхуна Станислав Морозов получил три года условно за продажу муниципальных водопроводных сетей. Об этом на своем сайте сообщает областная прокуратура. Он призван виновным по статье «Превышение должностных поломочий главой органа местного самоуправления». Установлено, что Морозов, являясь главой администрации муниципального образования села Болхуны, продал два километра разводящих сетей водопровода, принадлежащих муниципальному образованию Ахтубинский район, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере более 180 тысяч рублей. 14 лет назад, 23 декабря, выполняя плановый полет при заходе на посадку в аэропорт города Исфахан, Республика Иран, разбился самолет Ан-140. Командиром корабля был Геннадий Анцибор, летчик-испытатель второго класса, много лет служивший в Ахтубинском ГЛИЦ. Он любил спорт, играл в футбол в гарнизонной команде «Искра». В память о своем товарище, военнослужащие создали детскую футбольную команду «Искра». Ежегодно в декабре проводят футбольный турнир, приглашая на него команды из разных городов России. Очередные соревнования в рамках турнира, посвященного Геннадию Анцибору, прошли в Ахтубинске в минувшие выходные. В церемонии открытия соревнований традиционно приняли участие военнослужащие Ахтубинского гарнизона. Среди них герой России Виктор Романов. Он был другом Геннадия Анцибора. Вместе играли в футбол. То, что у нас есть заложенные традиции, которые, я думаю, будут и дальше поддерживаться, развиваться, укрепляться. Видите, с каждым годом все больше команд приезжает. Память нужна не мертвым, память нужна живым. Если мы в нашей памяти храним вот такими прекрасными делами, мыслями и дальнейшими действиями по укреплению физической культуры спорта, они живы с нами. Первыми в день открытия турнира на поле вышли юные футболисты команды «Газпром Добыча Астрахань» и «Звезда» из Знаменска. Тренер Ярослав Осмолов сказал, что его ребята на таком турнире впервые и не важно, как они сыграют. В прошлом году победителями были футболисты из города Волжский. Астраханцы ежегодно принимают участие в турнире в памяти Геннадия Анцибора, но занимали первое место лишь однажды. В этот раз они решили без победы не уезжать. Готовились основательно к игре. Турнир очень хороший, проходит на хорошем уровне. Организация турнира на высшем уровне. Нас все здесь нравится, устраивает. Для детей на самом деле это сделали большой праздник. То, что и летчиков пригласили, они увидели людей, которые герои России, и они очень восхищаются ими. Вчера было очень много положительных эмоций. И также от футбола они получают положительные эмоции. Думаю, что если на следующий год нас также пригласят, мы тоже обязательно сюда приедем. Тренер «Ахтубинской искры» Валерий Зайнулин был спокоен. Его мальчишки пообещали стать победителями турнира. И в завершение, к финальной игре, у них уже было 12 баллов, а у соперников же, астраханских футболистов, 8. Для Зайнулина эта победа была особо значима. Прошло 14 лет, как бы его просто нет рядом. Он всегда живой, он всегда веселый, он всегда в наших сердцах, в нашей памяти. Как бы его просто нет рядом. Как ни старались астраханцы, чемпионы многих поединков в регионе и в России, кроме одного мяча в начале игры, забить больше не могли. И поддержка второй команды не помогла. Кубок за третье место достался футбольному клубу «Астрахань». За второе место – команде «Газпром добыча Астрахань». А первое – команде «Искра». Мое мнение, что это одна из лучших игр всего этого турнира по накалу борьбы, по созданным моментам. Ребята боролись, играли до конца, что команда соперника, что моя команда, хотелось бы поздравить команду «Искра» с победой в турнире. Мы, к сожалению, заняли третье место. Но ничего страшного, есть к чему стремиться. Спасибо еще раз. Продолжение спортивной темы. В субботу в спорткомплексе «Торжественные обстановки» вручили знаки ГТО школьникам Ахтубинского района. 52 старшеклассника были названы самыми стильными, ловкими и выносливыми. Почетные грамоты и дипломы получили и преподаватели физкультуры учебных заведений города и района. Также в этот день кубки вручили победителям общешкольной спартакиады. Первое место в спартакиаде традиционно заняли учащиеся четвертой школы. В России все дети талантливы, главное – обеспечить им поддержку. Эти слова сказаны президентом Владимиром Путином. В школе номер один инициативу главы государства взяли на вооружение и одаренных детей чествуют, а также материально вознаграждают. Спонсируют такие мероприятия ученик этой же школы, которую он окончил 40 с лишним лет назад. Второй год подряд в школе номер один проходит церемония награждения одаренных учеников. Это победители и призеры муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады, лидеры различных конкурсов и соревнований, а также ребята, принимающие активное участие в общественной жизни школы. Талантливых детей в стенах этого учебного заведения много, но для того, чтобы они смогли себя проявить, нужны средства. Выезжать за пределы города и оплачивать участие в интеллектуальных и спортивных состязаниях – удовольствие недешевое. Второй год школу выручает спонсор в лице выпускника этого учебного заведения – Сергея Исаева. Буквально 10 минут назад я говорил Сергею Александровичу Исаеву, профессором, доктором технических наук, генеральным директором, благодаря которому был создан в апреле месяца 2015 года фонд. И в этом году он перечислил 100 тысяч на последние талантливые молодежи, то есть вам. Чествование лучших из лучших – это не просто традиция, это еще и школьный праздник. В перерывах между награждениями на сцене блистают талантами ученики этой же школы. Ребята поют, танцуют и читают стихи. Это всегда трогательно, потому как нет ничего ценнее детской искренности и желания выразить себя посредством творчества. Праздник явно удался. И не только потому, что юные артисты хорошо выступали. Главное, что ребята осознали свое главное предназначение. Тут уж лучше 11-классника Дмитрия Емцева и не скажешь. Единственная надежда нашей страны – это вот все мы. Пока это все новости, о которых мы хотели бы рассказать в уходящем году. В ближайшие три дня на нашем канале в эфир будут выходить специальные программы, подготовленные журналистами АТВ-центра под занавес уходящего года. Встреча студии, итоговые детали, молодежный телемикс и, конечно же, новогодний калейдоскоп. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин